Существует такая проблема, ну это наша общегородская проблема, по приобретению жилья для завершения мероприятий, переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Это касается выплаты гражданам по решению судов, которые вступили в законную силу по 86-му дому. Для этого нам нужна сумма 12 миллионов 817 тысяч рублей. Я расскажу ситуацию. Напомню вам, в конце прошлого года мы были вынуждены вернуть часть неосвоенных денег, это краевые были деньги, по переселению 86-го дома. Это случилось потому, что у граждан были не готовы документы, и мы не могли с ними заключить договор имены, либо выдать им суммы за их жилье в оценочной стоимости, потому что они либо судились, либо у них не были готовы документы, либо они не появлялись к нам. В текущем году сложилась ситуация, что мы должны по решениям суда за 6 помещений выплатить людям размещение и купить 3 квартиры муниципальной собственности, передать гражданам. В сентябре текущего года Министерство строительства предложило нам участвовать в программе. Мы поучаствовали, нас объявили победителем, но в итоге нам протокол не был вручен и объяснили. В связи с тем, что мы в начале года не участвовали в мероприятиях, сумма это нам выделяется не будет. Ситуация сложилась, что мы гражданам ведомили о том, что наконец-то их мечта сбудется, как говорится. Сейчас такая ситуация, что граждане ждут, когда мы им купим помещение, и когда мы им по решениям судов 6-7 выплатим сумму. Поэтому эти расходы надо в любом случае изыскивать эти деньги и программу доводить до конца. Потому что в текущем году, если людям не будут выплачены деньги, в следующем на эти деньги они себе не купят, даже бывшие общежития. Я сказала, да, что если в текущем году мы эти выплаты не произведем, а мы их не произведем, что в 2024 году вот эти расходы планируют, либо как-то в долгий бюджетный кредит. Но что эти расходы в 2024 году? А на 2024 год в программе про его не будет. То есть у нас сейчас получилось, что надо было с начала года, если с начала 2024 года участвовать. Вообще в этой программе, как вначале нам говорили, участвует один раз. Нам выделяли 200 миллионов на весь дом. Мы 106 семей переселили. Вот у остальных людей, к сожалению, были никакого документы. Но тем не менее они останутся гражданами нашего города. И нам решение судов сейчас нужно исполнять. Тогда мы просили эти деньги не возвращать, а хотели их оставить на следующий год. Нас их оставили вверх. 12 миллионов для бюджета города это... Мы вообще тогда снег не будем чистить нигде, если сейчас будем говорить. Но у нас выход это все-таки эти деньги просить, изыскивать. У нас какие шансы есть? Куда надо писать? К кому надо? Мы написали депутатам ЗАГСобрания, мы написали в Министерство строительства письма. Мы туда ездили с Александром Владимировичем, но встреча не состоялась, к сожалению. Там записывались. А вам неудобнее здесь находиться? Я даже сначала не увидела. Я отключила нашу общую проблему. Если, конечно, нам предложат участвовать в этом выбор, сделаем все, и будем участвовать. И только можно. А, Александр, ну 12 миллионов для бюджета города, это ведь очень большие деньги. Конечно, тем более с Министерством финансов. Этот же вопрос не сейчас. Мы обсуждали, когда начались уже решения, стали появляться судебные. У нас же кроме решений, где мы не станут лучше, кроме жилых помещений, есть еще и нежилые, уже прослуженные, которые по первому этажу. Эту тему обговаривали с Минфином, и они однозначно сказали о том, что по жилым помещениям это 100% программные расходы, идите, участвуйте. То есть, ну, как бы это позиции Министерства финансов. А то, что касается нежилых помещений, ну, вот про те переговоры, которые я сегодня говорила, о том, что мы обсуждали, ну, ряд вопросов, которые нам нужны уже к решению. То есть, это сейчас в процессе переговоров. Ну, вот 12 миллионов, конечно, и мы не ожидали, что так случится. И поэтому, ну, это очень большие деньги. То есть, да, если у нас говорить, допустим, сегодня о том, что не хватает у нас выпадающий доход, достаточно серьезная сумма, и, ну, будет, мы еще не знаем, как точно решит Министерство, какое нам даст предложение. У нас несколько вариантов, но какую позицию они примут. Поэтому 12 миллионов, ну, да, конечно, это, ну, серьезные деньги. Поэтому, ну, будет принято, если решение в целом и главой, то, конечно, будем писать в Министерство кредита. Но это программная, то есть позиция Винфина, расходы программные, и мы должны участвовать. Мне кажется, надо в любом случае пытаться, когда на 24-й год принимать участие, писать письма, не знаю, там, 10 письм написать, 20, о том, чтобы это вы каждую неделю получали, потому что у нас действительно это, ну, это население, и мы не можем к судьбе обращаться. Нам нужно, это в наших полномочиях, решать эти вопросы. А собственных доходных средств у нас к оживлению нет. Вот в прошлом году, да, у нас были доходные источники, по-моему, при помпе, да, 30 миллионов. Конечно, если бы у нас в этом году все случилось, и ситуация с ГРЭС как бы не сложилась с выпадающими, то, может, бы мы просто взяли на себя, бы решили этот вопрос без, ну, поднятия его, или напряжения граждан. Ну, доходов таких нет в этом году. Поэтому я думаю, что мы сейчас, наверное, только обращениями и по участию. В личном связи с вами? В личном, да, встречами надо будет. Просто проводить переговоры, постоянно писать письма на участие в программах в другой ситуации. У нас нет пока. Вот, предварительно, мы с министерством как бы работали по поводу участия нашего муниципального образования на 2024 год. Нам как бы заверили, что там же как в программе, в первоочередном порядке идут те территории, на которых объявлены чрезвычайные ситуации. Есть у нас в Красноярском крае такие территории. И если они заявятся, то наш город не увидит этих денег. Есть одно муниципальное образование, в котором объявлено ЧАЭС, и они как бы всю сумму заберут просто. Поэтому, может быть, хотя бы решение судов найти возможность оплатить. Это 6 миллионов? 6... 4 500. А, 4 500. Ну, это мое приложение. И вот. Ну, что, 12, что, еще, 14 500. А, вернулись в этом деле? Мы вернулись в 40. 40? Да. Они бы хватило и на них жилые в то время, но нам не разрешили их использовать. Сказали, что это будет нарушение. Не готовы, если документы не подъезжали. Конечно, тоже нарушение. В общем, это, потому что мы должны были, были документы, были не готовы. А вот, они как бы, вот, поджидели в документе, что? Да. И отказали. Мы написали мне, что нам, потому что нам никто объяснить, ничего не может. Мы написали туда письмо с Александром Владимировым. Александр Владимирович, еще поедем? Конечно. Если мы, конечно, это граждане, да, можно что-то говорить. Наш адрес, потому что мы просто этих людей не могли найти. Это тоже такая же ситуация, как у нас 16 квартир детям сиротом купили. Я тоже спрашивал, почему только 12 договоров, а 4 сирот мы не можем найти. Здесь такая же ситуация. То есть люди, они поменяли место жительства. Но когда они ж, ну, вот здесь кто-то, мы находили и в Иркутской области, или в Бурятии, где-то, да. То есть они приезжали, все восстанавливали. Ну, то у них, извините, большие кредитные, то есть у них обременение очень большое. То есть они погасили, ну, в те временения, все, они приходят в суд, в суд, вот сейчас. Ну, это уже прошло на протяжении 9 месяцев. Это процесс людей шел, и мы никуда не... То есть это их волособственность. Мы у них в результате аварии дома, то есть мы их не забрали. Поэтому мы обязаны обвинуть эти суммы. Продолжение следует...